Я реально старалась его изменить, но ушли годы, я понимаю, что человеку 30 лет, он меня на 5 лет старше, да, и он вообще не вдупляет, что я от него хочу. У меня ситуация, девочки, просто жесть полнейшая. Я была 10 лет в отношениях, вот, 5 лет мы, получается, встречались и 5 лет в браке жили. И со временем я начала понимать, что человек вообще не мой, то есть человек стоит на месте, он не хочет развиваться. Я пыталась его как-то замотивировать, то есть я там загранники купила, то есть, ну, а вот он сидел там на месте, пил пиво, ну, я реально старалась его изменить, но ушли годы, я понимаю, что человеку 30 лет, он меня на 5 лет старше, да, и он вообще не вдупляет, что я от него хочу. Я от него уходила, он ко мне возвращался, ну, то есть, частая такая ситуация женская. Самая ужасная точка этого всего, что, ну, не то чтобы ужасная, а у нас есть общий ребёнок. Я жила из-за ребёнка с ним, то есть последние года терпела вот это. Но всё было очень плохо, правда, там и до, вплоть до унижений, до оскорблений пошло дело. Вот, но я набралась смелости уйти. Я ещё и переехала в Москву летом на карантине. Ребёнок пока у меня там с бабушкой остался, пока я не заработаю, не встану на ноги. Вот, и то есть я из этого очень сильно переживаю. Следует ли возвращаться в эту среду для меня и терпеть вот это всё, либо нужно как-то набраться смелости и всё-таки дожать это всё до конца, перевести ребёнка. А как вы думаете сами? Я думаю, что следует остаться. Значит, следует остаться. Ну, вы просто понимаете, что тут идёт такая... Ну, то есть я себя чувствую виноватой, понимаете? Вот этот вопрос на самом деле. На самом деле вот у вас вопрос какой. Вы чувствуете себя виноватой, потому что вы думаете, что вы бросили ребёнка. Да. Я понимаю. Давайте с вами попробуем порассуждать и позадуём вопрос. Вот как вы считаете, семья, ну, как бы мать рождается, она рождается для того, чтобы жить для ребёнка? Нет. Ну, по идее, знаете, есть такое мнение, что всё лучшее детям, а иными словами не лучшее, а мы так немножко заменяем слово лучшее, оставляем только всё. То есть мы не говорим всё лучшее детям, а мы говорим всё детям. То есть, по сути дела, как только у родителей появляется ребёнок, их жизнь заканчивается. И, то есть, их жизнь — это такой небольшой детский подростковый период, потом небольшой период, когда они встречались, какой-то небольшой любовь, потом появился ребёнок, с детства, ну, как бы жизнь закончилась. То есть дальше вся эта жизнь должна принадлежать детям, то есть с кармами потомства, детей, внуков. Ну, и такая интересная, потому что вашим детям вы точно такую же жизнь готовите. То есть на детей, у детей ещё есть какая задача. Ваши дети растут, они теперь должны полжизни заботиться о матери, о своих родителях, которых воспитали. И ещё эту же жизнь полжизни должны заботиться о своих детях. То есть, знаете, такой инкубатор, в общем, каких-то, знаете, такой просто бессмысленный животный процесс производства и производства потомства и ухаживания. Ну, это не просто животные такие. Трахаются, размножаются, ухаживают, размножаются. Ну, где здесь человеческая жизнь, где здесь смысл? И я, например, считаю, что у каждой вправе принимать свою философию, идеологию, смысл жизни. Не стоит осаждать людей, у которых другой взгляд на жизнь, потому что люди все разные. У кого-то главным будут деньги, у кого-то главные отношения, у кого-то карьера, у кого-то дети. Есть женщины с очень высоким уровнем окситоцина, у которых есть очень сильный материнский инстинкт. И этот инстинкт заставляет их просто, ну, они для себя никаких других целей и радости в жизни не видят. Они полностью, окситоцин, гормон счастья, дают им полное ощущение счастья, когда они с детьми, ухаживают за детьми. С одной стороны, это хорошо, таких мам получить. С другой стороны, ребенок должен вырасти и избавиться от родителей. Он должен сам стать самостоятельным. Но такие мамы не отпускают детей. Они за ними бегут в их семью, начинают разрушать уже их жизнь. И, по сути дела, когда их дети вырастают, они теряют смысл жизни. То есть, это такой, знаете, период бабочки. Выносила потомство, выпустила его, а дальше твоя жизнь бессмысленна. И вот такие печальные зрелища. Это один из вариантов жизни. Может быть такая жизнь, может быть такой смысл. Имеем ли мы вправе осуждать? Нет, человек может выбрать. Ну, вот есть женщины, которые чувствуют так. Все лучшее, ну, не то, что лучшее, все детям. То есть, все должно быть детям. Там, конечно, и сильные вот эти бабушкины, мамины установки общественные. Собковые, грубо говоря, установки. Даже, я могу сказать, это дальше-дальше, дальше-дальше идет. Это период еще, там, крестьянской России, там, средневековья, когда мать была, ну, на мать вешали ответственность за все. То есть, ребенок умер от болезни, мать виновата. Как бы он там что-то там неправильно сделал, мать виновата. Ну, отец же не занимался воспитанием детей. Крестьяне работали в поле. Какое воспитание детей? О чем вы говорите? Вот, поэтому все время с детьми была мать. И мать тоже работала в полях, там, на барщине. Курей кормила и так далее. Старшие дети ухаживали, в основном воспитывали младших детей. Вот и все. Смертность детская была 50%. Каждый второй ребенок умирал. Ну, чаще в возрасте до года. Ну, там чуть дальше. Вот так это было. Ну, и поэтому это такой еще старый, совершенно сабдеповский, или даже, скажем, средневековый принцип жизни, где в основу стало выживание. Главное – продолжить род. В этом смысле до 60-х годов 20-го века, пока мы не решили продовольственную проблему, задача была выжить. И поэтому смысл-то семьи заключался в том, что мужчина и женщина, им легче выживать. Просто был процесс такой. Да, конечно, была любовь, мыли искание, но в основном у элиты, у дворян, кто не работал, у кого было обеспеченное выживание. А остальные-то выживали просто тупо. Тут еще, знаете, такое дело в том, что моя мать, она была сама по себе очень токсичная. То есть она меня не воспитывала толком, да, я была как такой, знаете, полуброшенный ребенок. То есть она постоянно зарабатывала, зарабатывала, и, может быть, у нее пошло вот это вот какое-то чувство вины, и она теперь хочет, чтобы я прожила там каким-то другим сценарием. Но, с другой стороны, я единственный ребенок в семье, но она мне не помогала. То есть не финансово, она там в 11 лет меня садила уже работать к себе в магазин. Ну, что, дескать, знаете, там вот 50 рублей заработаешь, будешь жить, не заработаешь, жить не будешь. И, то есть, по сути, как бы у меня появилась семья, да, но я не вывезла, понимаете, вот эти вот токсичные отношения, потому что и мать была токсиком, да, и получается, и муж токсик, да, и есть же такая фишка, что мы повторяем и копируем сценарий наших родителей, да. То есть у меня и отец был токсичный, и мать токсичная, и муж мне попался, да, токсикоман такой, да, так сказать. Но я понимаю, что это не мое, что я не могу с этим справиться, что я хочу вот по-другому. То есть есть же такое, что либо ты повторяешь сценарий, да, своих родителей, либо ты вообще полностью хочешь его изменить и хочешь свою жизнь по-другому прожить. Ну я бы скажу, что самое интересное, что если вы хотите изменить свою жизнь, ну делать точную противоположность родителям, то в конце концов результат у вас будет такой же. То есть от этого сценария никак не убежишь? Нельзя его изменить механически. То есть заменить плюс на минус или минус на плюс, ничего не получится, потому что нужно разбираться внутри, нужно понимать, какие программы можно оставить, какие программы нужно убрать. Не все программы, которые вы усвоили от родителей, они негативные. Например, тяга к самостоятельности, ответственности, это хорошая программа. Но какие-то другие, например, я не знаю пока ваших программ, ни ваших проблем, но мы разбираемся с чувством вины. То есть нужно понять, что, скорее всего, осуждение вы чувствуете, то есть вина — это реакция на осуждение. Осуждение, что вы «бросили» в кавычках ребёнка, исходит вот от этой части людей, женщин, для которых дети — это вся жизнь. Но это не единственный сценарий в жизни. Совершенно не единственный сценарий. Для всех тех, кто присоединился, я говорю о том, что я уехала из другого города летом на карантине. У меня просто там была своя студия красоты. Я её распродала. С мужем у меня отношения ужасные. То есть он меня начал уже выгонять, грубо говоря, из дома. А мне идти вообще абсолютно было некуда. И я говорю о том, что я переехала в Москву, начинаю здесь зарабатывать и так далее. И хочу перевести ребёнка, когда вот с карантином вот это всё устаканится. Я не говорю о том, что я там его бросаю. Нет, конечно, я и переживаю и всё такое. Но я понимаю, что если я вернусь туда, если я вернусь к нему, к той же матери, которая там мне делает мозги, я там просто жила, знаете, как овощ. Ну, как просто вот существовало. То есть вот мои будни, приготовила поесть, ходить никуда с подругами нельзя. Муж сидит дома, пьёт пиво. Ему вообще ничего не надо. У него и так всё хорошо. Но я понимаю, что, блин, извините, мне 25 лет, я не хочу всю жизнь прожить вот так, да, по сценарию, где муж там должен лежать дома, да, а жена должна и пахать, извините меня, и всё делать там на свете. Но это тоже неправильно. Мужчина тоже как-то должен участие принимать хоть какое-то. Так ведь? Верно. Ну, я хочу вам сказать, что вы создаёте свою судьбу, вы её делаете, свою жизнь. И нужно принимать, что в жизни не бывает всё идеально. Бывают ситуации, когда нужно чем-то поступиться. Всегда приходится чем-то поступаться. Если, ну, например, война, приходится поступаться, да, какими-то свободами. Бывает даже в мирной жизни. Бывает, например, что муж и жена хотят в отпуск полететь на месяц без детей, они оставляют же на месяц, да. Бывает, ребёнок заболел, и нужно ему, там, не знаю, отдых. Отправляют же на три месяца детей в деревню бабушки, дедушки. Отправляют? Отправляют. То есть нужно понимать, что это нормальная ситуация. Что это временная история. Если для вас это временная история, если вы сами осознаёте, что это временная история... Это 100%. И только время покажет, насколько вы как бы искренне с собой. То есть если это временная история, я не думаю, что есть смысл испытывать какое-то чувство вины. Чувство вины от вот этого вашего... Ну, у женщин очень много, вот очень сильная программа оценки себя как матери. Для них очень важно быть хорошей матерью. И когда мы спрашиваем, что такое хорошая мать, в основном они не очень хорошо знают, они видят только по реакции окружения. То есть если какие-то мамочки там захотели кого-то осудить, они пошепчутся, и вот вы уже чувствуете, что вы плохая мать. Так а в том-то и дело, что... Да, я девочкам тоже поясню, что в том-то и дело, что со стороны у нас была такая, ну, типа идеальная картинка, понимаете? Вот за счёт того, что я терпела унижения, терпела оскорбления, никому ничего не рассказывала, создавала картинку, что там... Я не выкладывала ничего в интернет, но для моих знакомых и подруг они знали, что я ни с кем, кроме мужа, практически не общаюсь, что я не хожу никуда, не тусуюсь. Для них я была бы вот просто идеальной такой, знаете? А тут раз, и такое выясняется, да, что оказывается, вон как всё, и непросто. Но вы спорите в своей голове с кем? Сама с собой? Нет, нет, конечно, не с собой. Ну, второй голос, он чей-то. Осуждающий голос, он всегда чей-то. Чей? Ну, мать, наверное. Ну, я не знаю, откуда я знаю. Вы должны проанализировать. Вы должны понять, откуда этот голос, этот внутренний критик. С кем вы спорите? С подругами, которые на вас осуждающе посмотрели? Мать, какой-то собирательный образ какой-то тёти Поли, бабы Вари, которая бабушка сказала, не бросай детей, в наше время так не принято было. Чей голос? Ну, наверное, мой. То есть я... Я бы её хотела перевезти сейчас в Москву, вот на данный момент. Но здесь карантин, во-первых, она у меня там садик, получается, дохаживает, ну, как я планировала, что садик доходит, и я её... Знаете, вам существует одну вещь сказать. Вы хотите избавиться от чувства вины? Нет, я хочу, чтобы она рядом со мной была, и я из-за этого переживаю. Хорошо, но объективно-то нельзя. Вы ко мне с вопросом пришли не как её перевести, потому что я это же не смогу сделать. Да, понятно. Вы ко мне пришли с вопросом про вину. Да. Я хочу вам объяснить, что вина — это эмоция, которая внутри. Для того, чтобы избавиться от того, что внутри, нужно научиться смотреть внутрь. Пока вы это делать не умеете. Пока наш с вами разговор заключается в том, что вы оправдываетесь передо мной. Возможно. А мне ваши оправдания не нужны. Я вам дал поддержку, сказал, что вы вправе решать свою судьбу. От меня вы осуждений не дождётесь. Я не собираюсь осуждать вас. Более того, я вам предложил сценарий, который позволил бы вам изменить точку зрения. Но ситуация заключается в том, что вы как бы не слышите, вы как бы отключены. То есть у вас такой процесс по кругу идёт. Вы сами внутри себе поставляете аргументы, на них же отвечаете, потом снова поставляете. Вы не слышите. Вам нужно как бы остановиться, остановиться, разомкнуть этот круг, этот круг постоянный, и выбрать какую-то одну точку зрения, и на ней сосредоточиться. И слушать свои чувства прежде всего. То есть сейчас вы пока в таком, как белка в колесе. И это накручивание на самом деле не очень благоприятно, потому что когда вы думаете эти мысли, потом возникает чувство вины, вина усиливает мысли, мысли усиливают вину, так по кругу всё крутится, крутится. Вы начинаете накапливать негативные эмоции, негативные эмоции. То есть начинается стресс, из-за стресса, тревоги. Вы начинаете волноваться, у вас ничего не получается. Из-за того, что ничего не получается, вы ещё больше волнуетесь. Вот я уже столько времени провела, а ребёнок отдельно. И поэтому через некоторое время вы можете всё бросить и сказать, у меня ничего не получилось, я поеду домой, заберу ребёнка из чувства вины. А потом будете тяготиться тем, что вы забрали ребёнка и лишились возможностей. А потом ещё, не дай бог, будете ребёнку бессознательно вспоминать, что из-за себя... Что вот я из-за тебя... Я из-за тебя бросила, да. Я под тебе жизнь посвятила и из-за тебя не смогла реализоваться в жизни. То есть если вы понимаете, что то, что вы делаете, будет благо как вам, так и ребёнку... Только для неё я это и делаю. Ну, вот смотрите, только для неё это немножко... Ну, во-первых, враньё, а во-вторых... Ну да. Во-вторых, мне кажется, что мы только что с вами обсудили, что стратегия «всё детям» она очень разрушительна, прежде всего для детей. Прежде всего для детей. Стратегия «я живу для себя» и для детей, и для мужа — вот это правильная стратегия, потому что эта стратегия позволяет, эта ролевая модель позволяет правильную ролевую модель привить детям. Тогда наши дети вырастут, они будут жить и для себя, потому что жизнь для нас, и для своих детей, и для мужа, и для мира. Понимаете? Но ребёнок, это же не есть хорошо, когда он живёт, например, в негативе, когда он видит вот эти вот страдания, вот эти унижения. То есть я считаю, что я лучше уеду, заработаю, да, там, в течение, там, полугода, да, там, на квартиру лучше, и так далее, я её перевезу, и она будет здесь со мной в спокойствии. Пусть мне там будет и тяжело, пусть я буду пахать, но она не будет вот эту вакханалию видеть, которую видела я, например, в детстве, да, когда там отец оскорбляет, унижает мать и так далее, это ненормально. Если он, ну, не хочет на позитивный ключ это всё вводить, да, то зачем вот эти страдания, зачем себя приносить в жертву? Модель вот этой вот жертвенности, да, она ещё ни к чему хорошему, по сути, не привела никого абсолютно. Я с вами согласен, я возражаю против модели, лишь бы у ребёнка были родители. Нет, наличие родителей, просто номинальных моделей, она ничего не даёт. Давайте вспомним приёмные семьи, которые не любят, ну, предположим, есть приёмные семьи, которые не любят своих детей. Ну, там у них есть мама и папа, да, но кто-то возрождит, но они не мама и папа, они не любят. А, значит, мама и папа — это те, кто должны любить. То есть мама и папа, прежде всего, учат чему? Любви. А как они учат любви? Как они любят друг друга? Как они вместе любят ребёнка? Насколько они хорошо понимают? То есть мама и папа, мы называем мамой и папой, нужно правильно понимать. Это те, кто любит, заботится правильно причём, не выгружающую любовь, а даёт поддержку, направление и эмоциональную поддержку, понимание, потребности. Вот это мама и папа. А те, кто родил и просто находится рядом, не решая свои личные проблемы и показывая негативный пример своим детям. Это родители. Они родили. То есть можно от отчима с мачехой, можно назвать это как бы родители, приёмные родители, воспитатели. То есть от них не ожидается любви. Но в то же время, если существует много примеров, когда неродной отец отчим воспитывает дочь или сына как родного, и они его называют «мой отец». Хоть он мне неродной, но и мой отец. И поэтому нам нужно давно уже отойти от этой какой-то внешней, формальной логики, когда отцом называют человека, у которого есть гены. Ну и что? Вот он меня родил, ну, предположим, кто-то родил, он в тюрьму сел или наркомат, или психопат. Я что, считаю его отцом? Вот у нас есть такая формализм какой-то, но он же меня родил, и как будто это какой-то имеет сакральный смысл. Раньше, в средневековье, когда не было знания науки, то этому придавался какой-то очень таинственный, сакральный смысл, отец, что-то там таинственное. Нет, это просто... Сейчас мы понимаем, что можно просто эко в любой пробирке от любого носителя просто зачать, и всё, и никаких проблем не будет. Спасибо вам большое за участие. Я попробовал разрешить вашу ситуацию, надеюсь, вы меня услышали. Да, спасибо большое. Спасибо вам. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!